Ты дашь мне деньги? Конечно, разумеется. Сейчас выпишу чек. Да. Тебе нужны 10 тысяч? Да, если можно. А почему именно такая сумма? Я так подсчитала приблизительно. Уверена, что больше не надо? Нет, этого вполне хватит. Спасибо. Ладно. Вот. Скажи, а зачем тебе эти деньги, Мария Эмили? Хочешь купить одежду? Наверное, тебе надо приобрести множество вещей. Деньги для этого? Нет. Нет, дорогой, не для этого. Тогда зачем? Альхандро, пожалуйста, не спрашивай меня. Я не могу тебе сказать. Что? Ты не можешь сказать, на что ты хочешь потратить деньги? Я не хочу посвящать тебя в свои проблемы. Если я смогу распорядиться этой суммой, не давая никаких объяснений, то буду благодарна тебе до конца жизни. Но если ты потребуешь, чтобы я рассказала, куда потрачу деньги, можешь сразу порвать чек. Вот. Вставай, тетя. Спасибо, Лаурита. Я рада, что Инесс возвращается домой. Я рада не столько за нее, раз проблемы с ее зрением разрешились, сколько за тебя. Ты так переживала за нее. Тебе ее явно не хватает. Инесс всегда была опорой для меня. Я очень без нее скучала. Она же не просто прислуга, она член нашей семьи. Она понимающий человек и очень тебя любит. Да, она всех нас любит. Любое наше событие она воспринимает как личное. И расстроится, увидев тебя такой. Я ничего не могу с собой поделать, Лаурита. Знаешь, каково чувствовать, что моя счастливая семейная жизнь с Франциско вдруг дала трещину? Его свели с ума, Лаурита. Эта женщина его полностью изменила. Тетя. Кто же она? Господи, кто она? Если бы знать. Возьми. Я возвращаю чек. Тебе неприятно давать эти деньги безо всяких объяснений. Нет, нет, Мария Эмилия, нет. Ты вольна распоряжаться ими по своему усмотрению. Даже если бы это была большая сумма. У нас все общее. Ведь скоро мы с тобой поженимся. Я рад, что ты доверяешь мне, прося о подобной мелочи. Меня огорчает только одно, то, что у тебя есть от меня секреты. Мне больно видеть, как ты ужешь и изворачиваешься. Алихандро, я не лгала тебе. Ты уверена? Абсолютно. Я отказалась сказать, зачем мне нужны деньги, только и всего. Но я не лгала. Поступай, как знаешь. Алихандро. Посмотри на меня, пожалуйста. Неужели я лишилась твоего доверия? Это заставляет меня страдать. Любимый. Дорогой, ты же знаешь, что ты для меня самый дорогой человек на свете. Ты мое утешение. Моя радость. Ты моя жизнь. Ты же это знаешь. Ну, все, все. Ладно, не плачь. Милый, есть вещи, о которых я не хочу тебе говорить. Пойми это. Не переживай. Впредь я ни о чем не буду тебя спрашивать. Ты сердишься, дорогой. Не говори со мной так. Поверь, я люблю тебя всем сердцем. И буду любить всегда. Я тоже люблю тебя, Мария Эмилия. И хочу тебе верить. Я отвергаю все подозрения. Прошу лишь об одном. Не обманывай меня. Никогда не предавай мою любовь, дорогая. Иначе она превратится в ненависть. И я буду презирать тебя до конца жизни. Тетя, не плачь. Я решила сама принести тебе чай, чтобы никто не видел твоих слез. Думаешь, никто не понял, что происходит? Уверена, все в курсе. Успокойся, тетя. Не подавайся чайню. Ты должна быть сильной. Лаурита. Если бы можно было управлять чувствами и эмоциями. Можно? Марсия, тетя неважно себя чувствует. Ну, это еще один предлог. Чтобы ее навестить. Я могу помочь, Йоланда? Ничего, спасибо. Бедняжка. Я в курсе происходящего, Йоланда. Ужасно, когда другая женщина отнимает любовь любимого мужа. Правда? Я не хочу думать, что Франциска бросит меня. И что наш брак разрушится. Если действовать немедленно, этого не случится. Дорогая, я хочу помочь. И думаю, смогу это сделать. Нам пора уходить. Какая жалость. День буквально промелькнул. Дорогой, с тобой время летит незаметно. Жаль, что нам придется расстаться. Осторожно, осторожно. Я тоже счастлив быть рядом с тобой. Ты обворожительна. Это так здорово работать и видеть тебя рядом. Наслаждаться твоей красотой. Изумительной фигурой. Твоими волосами, глазами, улыбкой. Все это твое, любимый. Помни, мы должны быть благоразумны. А теперь по домам встретимся завтра. Милый. А мы не можем куда-нибудь сходить вместе? Посидеть. Нет, Моника, не сегодня. Я не хочу усугублять ситуацию дома. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Прошу, будь благоразумной. Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь. Я бы с радостью, любовь моя, но... Итак, вы в курсе, что предстоит сделать завтра? Да, сеньора Гера. Простите, я забыл, что... Придется привыкать стучать в дверь. Ты знаком с сеньоритой Пардефьеро? Разумеется, знаком. Если на сегодня дел больше нет, я пойду, сеньора Гера? Да. Извините. До свидания. До свидания. Если на сегодня дел больше нет, я пойду, сеньора Гера? До свидания. Хватит, Эстебен, брось свои дурацкие шутки. Привыкай к мысли, что между нами ничего нет. Забудь о прошлом. Смотри на нее, как... На новую секретаршу. Это было бы лицемерием, как с ее стороны, так и с моей. Ты забыл, что, отправляясь в Майами, поручил мне сообщить ей, что между вами все кончено? В любом случае, пусть она сохраняет дистанцию, как положено секретарше. Ты полагаешь, никто не догадается? Новая секретарша.